Микс Ньюс Добрый день, в эфире Радио Болтком В рамках проекта Культурная Линия Гость эфира сегодня у нас Известный российский режиссер И сценарист Сергей Урсуляк Здравствуйте, Сергей Владимирович Здравствуйте, здравствуйте Сергей Урсуляк Многократный лауреат премии Золотой Орел Кинотаврника, был даже Выдвинут на премию Эмми Телевизионный аналог Оскара И тему Нашего эфира мы назвали Россия История России В зеркале кино, вот если взять Ваши фильмы и просто Промотать как киноленту Получится, как будто мы пролистали Историю России, вот быстренько Пробежимся Вы прошли в своих фильмах весь 20 век, самое начало века Летние люди по дачникам Горького Дальше, 905 год Это русско-японская война Алмазная колесница по Акунину Дальше, десятилетия с 12 по 22 Тихий Дон 20-е годы Исаев По молодости Штирлица Сталинградская битва, война Это жизнь и судьба по Гроссману Послевоенное время Это ликвидация 70-й русский ректайм 70-й, 80-й Одесский пароход 90-е ненастья То есть практически весь 20 век Вы отследили И так, напомним радиослушателям Телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Эфир сегодня веду я, Ольга Авдевич Моя коллега в студии Наталья Захарьят И участвуют наши коллеги Из медиаклуба «Формат А3» Журналисты, которые прислали свои вопросы Потому что эфир, тему и гостя Мы анонсировали заранее И первый вопрос у нас от «Латвийской газеты» сегодня Сергей Владимирович На встрече со зрителями в парке «Зарядье» Вы однажды сказали, что война для вас Это личная история Как, впрочем, и для каждого У кого есть родители, бабушки, дедушки Для нас тоже так А вот другие исторические события О которых вы рассказываете в своем кино Насколько они вами прочувствованы, прожиты Может, услышаны и прочитаны Какие у вас отношения с прошлым нашей огромной страны? Как интересно журналист сформулировать С прошлым нашей большой страны Это наша литература, наше кино Ну да Вы знаете что? Во-первых, я хотел бы внести Меня слышно, да? Да Я хотел бы внести поправку Алмазная колесница Которая присутствует где-то везде На просторах интернета Я не снимал это кино Больше этого кино нет И это, так сказать Это не так У меня нет такой картины И так что Период пятого года я пропустил Вот У меня есть Мне есть к чему стремиться Да Значит, что касается Что касается Вообще работы Я никогда не берусь за Что-либо Если я не нахожу в этом Каких-то своих Личных Личных Мотивов Неважно, о чем идет речь О времени, когда я Жил Или когда меня не было Или когда я был ребенком Но Я обязательно должен найти Что-то Какую-то личную историю В том, о чем я рассказываю Она должна меня очень трогать Она должна меня пронзать Потому что это единственный способ Каким можно Заставить сопереживать Зрителя Вот Это очень Как бы, с одной стороны Простой принцип А с другой стороны Довольно сложный Потому что От многих вещей Я отказался От многих постановок Я отказался Именно потому что Я не находил того Что лично меня В этом Так сказать То, что для меня Остается главным В этом Вот вы недавно Возглавили Жюри фестиваля Утро России Это такой молодой фестиваль Расскажите, пожалуйста Об идее этого фестиваля И Что вас там порадовало Он называется Утро Родины Утро Родины Да Это Фестиваль телевизионного кино Который проходит В Южно-Сахалинске Он прошел уже трижды Его организатором Является Сергей Жигунов Актер-продюсер Естественно Министерство культуры Естественно Администрация Сахалинской области Это очень хороший фестиваль Хороший По многим По многим Так сказать Параметрам Во-первых Потому что он проходит В Вместе Куда просто Так не попадешь Потому что он Этот фестиваль Пытается Объединить Большую страну Понимаете Вы же знаете Что Россия Большая страна Правда Вот И Значит Южно-Сахалинск Не самое близкое К Москве место И конечно же Просто так Попасть туда Большому количеству Режиссеров Актеров Сценаристов И так далее Просто так не получается А я Зная Поскольку Моя жизнь Начало моей жизни Детство И отрочество Прошли Рядом В Петропавловске Камчатском Магадане И в Хабаровске Я прекрасно знаю Какую Какую Огромную роль Играет Приезд Людей Актеров Театров Каких-то Кинопремьер Для Тех Кто там Живет И конечно же Когда Сережа мне Предложил Возглавить Жюри Я с удовольствием Согласился И провел Десять прекрасных Дней В Южно-Сахалинске И Они Тем более Прекрасные Потому что Это были Последние Дни Когда я Жил без маски И конечно А Южно-Сахалинске Я сейчас смотрю Эти фотографии Иногда Поскольку Они у меня В телефоне Когда я попадаю Такое Конечно Такое Очень Ностальгическое Место Оказалось Вот Последнее Так сказать Перед Пандемией А что Из Российских Сериалов Последних Лет Многосерийных Фильмов Вам понравилось Что вы Порекомендуете Ну Я думаю Что Я думаю Что То что Я буду Рекомендовать Оно уже Известно И просмотрено Но Вот Например Из того Что я Видел Для Южно-Сахалинска Я Отсматривал Всю программу Естественно Конечно же Это Сериал Шторм Бориса Хлебникова Это Конечно же Сериал Домашний Арест Который Сделали Значит Буслов И Господи Боже мой Я Какие-то Вещи Забываю По старости Но В процессе Я буду Вспоминать И Напомнить Так вот Домашний Арест Прекрасный Сериал Интересный Сериал Звоните Ди Каприо Есть Какие-то Сериалы Которые Идут На Каналах Которые Считаются Молодежными Типа СТС Или ТНТ Или На Каких-то Платформах Которые Тоже Рассчитаны На Продвинутую Публику Или На Молодежь В частности Там Сериал Жуки Или Сериал Дылды Или Толя Робот Которые Тоже Очень Хорошее Впечатление Произвели На Нас На Фестивале Из Последнего Конечно Интересная Картина Эпидемия Которую Снял Костомаров Хорошая Картина Учителя Сейчас Готовится Много Довольно Картин Вообще Я вам Хочу Сказать Что Телевизионный Формат Это Просто Очень Динамично Развивающаяся Отрасль И Очень Много Интересного Очень Много Интересных Людей И Идей Приходит Сейчас Туда Особенно С открытием Этих Платформ Которые Не зависят От Больших Каналов У нас Звоночек Попробуем Принять Алло Говорите Алло Доброе День Это Матвей Вопрос Кто Вопрос Насчет Сидиара Диквидация Кто Безар Актера На Роли В этом Фильме И Кто Создав Им Одежду Спасибо Вопрос О сериале Ликвидация Немножко Плохо слышно По связи Скажите Повторите Вопрос Кто Отбирал Актеров Проводил Кастинг Или пробы В сериал И Кто Художник По костюмам В этом Фильме Очень Достоверно Все Было Значит Ну Как На всех Моих Картинах Естественно Отбираю Актеров Я Другой Разговор Что у меня Есть Прекрасная Группа Которые Мне советуют Кого-то У меня Есть друзья Которые Советуют Мне Кого-то Есть Продюсеры Которые Советуют Мне Кого-то Но В общем Конечно Это Такая Любовная История В том Смысле Что я Отбираю Актеров По любви Да Что же касается Костюмов То у меня Постоянные Художники По костюмам Это Леша Камышов И Лена Станкеева Мы с ними Работаем Аж С 1995 Года Да Я слушаю вас Раз Заговорили О ликвидации Вы знаете Появляется Много Новостей О том Что вот Готовится Продолжение Ликвидации Вы имеете Отношение И что это За проект Я Знаю Не больше Вашего Я знаю Что Рубен Дежджишан Продюсер Ликвидации Первой Очень хочет Чтобы было Продолжение Ликвидации Ликвидации Два По этому поводу Какое-то время Давнее Довольно Обращались Ко мне Но Так сказать Я для себя Не находил Возможности В этом Участвовать Просто Я не считаю Во-первых Что это нужно Хотя понимаю Все резоны Так сказать Продюсерские Во-вторых Я Не находил Материала Который бы Так сказать Давал мне основания В это включаться Но я знаю Что Рубен Ливонович Упорно Ищет Возможность Продолжения Этого фильма Это несколько раз Анонсировалось Откладывалось И так далее Я не очень в курсе Не очень в курсе Я к этому Не имею участия Не принимаю участия Вопрос от наших Литовских Коллег Каких фильмов На ваш взгляд Не хватает Сегодня Российскому Кинематографу Он такой общий Ну Вы знаете Что Легче все сказать Не хватает Талантливых Фильмов Но это Так сказать Как вам сказать Это отписка Потому что С одной стороны Не хватает Талантливых С другой С другой стороны Появляется Много Талантливых Людей Мне кажется Основная Беда И основная Проблема Сегодняшнего Кинематографа И вообще Нашей жизни Особенно В сравнении С советским Кинематографом На который Естественно Мы так или иначе Равняемся Все В том Что у нас Отсутствует Приятие Жизни Понимаете Да Мастера Мастера Советского кино Могли делать кино На любую тему Острую Неострую Так сказать Комедию Или драму Но в основе В основе Было Некое Приятие Жизни Понимаете Любовь К жизни Которая Проходит Рядом С тобой Мне кажется В основе Огромного Количества Фильмов Сегодня Внутреннее Неприятие Жизни Вот Мне кажется В этом Самая большая Проблема Напомним Что номер Для Ватсап Ватсап И СМС Вы можете Присылать Свои вопросы 2 3 0 6 1 9 1 И вот Вопрос О сериалах Раз мы говорим О популярности Многосерийных Фильмов Вот Редкий Американский сериал Обходился Без плохих Тупых Русских Варвары Угрожающие Цивилизованному Миру Бывают Конечно Там Просветы Но редко В российском Кино Ситуация Незеркальная Плохих Американцев Не снимают В общем-то Таких героев Не популяризируют И вот Ровно месяц назад Накануне Выборов В Америке Вышел такой сериал Правила Коми Как ФБР Расследует Российское Вмешательство Выборы И ищет Связь Трампа Играет на актуальности Вот Падение Ангела С Морганом Фрименом Это 19-й год Снова там Русские шпионы Международный заговор Вот как вам кажется Это диктуется Погоней за рейтингом Или это уже Такая идеологическая Доминанта Ну Во-первых Так сказать Судя по Новостям Всяким разным Мы даем Достаточные Возможности Американским сценаристам Так сказать Работать Над сценариями Это во-первых Во-вторых Американцы Вообще Не очень Церемонятся Так сказать Не очень Следят за Что называется За За тем Кого они показывают Они также Показывают Китайцев Они также Показывают Самых разных Представителей Мусульманского Мира У них В этом смысле Так сказать Нет Каких-то Комплексов И Значит Попытки Указать Неназванное Государь Где кто-то Говорит По-русски Они Так сказать Абсолютно В этом смысле Откровенные Я думаю Что Я думаю Что если бы Если бы У нас Был на это Просто спрос Или интерес Какой-то такой Зрительский К этому Я думаю Что у нас Тоже бы делались Такие картины Или какие-то Ну что ли Идеологические Разногласия Были так остры Что значит Эти картины Обязательно Появлялись Там я думаю Что это делается Просто потому Что это интересно Всегда интересно Как разоблачают Шпионов Всегда интересно Как так сказать Непобедимые Американцы Боются Так сказать С терроризмом Я думаю Что Я думаю Что здесь Не рейтинги Здесь просто Поддержка Зрительского Интереса Понимаете И В чем Они правы В том Что они Называют Страны Про которые Они рассказывают Своими словами Мы все время Боимся Обидеть Так сказать Почему-то Именно в кино Боимся Обидеть Соседей Так сказать И не соседей И поэтому Как-то прикрываемся Какими-то Вымышленными Названиями Несуществующими Проблемами И так далее И тому подобное Мне кажется Нужно в этом смысле Быть смелее И Говорить о том Что О том Что есть Так как есть Вопрос Атрического Журналиста Елены Смеховой Фильм Ненастье Это картина О жизни После Афгана О том Как время Ломает Человеческие Судьбы Как вы думаете Какими последствиями Для человеческой Психики Обернется Всемирная Пандемия Коронавируса Ведь это тоже В каком-то Смысле Война Ну Это война В каком-то Смысле Конечно Так сказать Нельзя всерьез Говорить И сравнивать Так сказать Ту историю И эту Это конечно Немножко Смешно Думаю Что Думаю Что Вот что Действительно Продемонстрировано Нам Что Ну Так хрупка Наша Так хрупка Так хрупка Наша уверенность В сегодняшнем И завтрашнем Дне Так смешны Наши Наши Претензии На Владение Тайнами Природы Мы оказались Так не защищены Все И Как сказать Если сравнивать Людей Заболевших Да Начиная От Трампа Да Человек Владеющий Половиной Мира Как минимум Да И Ничтожный Микроб Я не хотел Его обидеть Если он слышит Меня Пускай не обижается И не приходит Ко мне Значит И вот этот Микроб Понимаете И Конечно же Конечно же Это в первую очередь Демонстрация Демонстрация Нашего Нашей Малости И нашей Общности С любым Микробом Живущим Значит На нашей Земле Что касается Что изменится Ну я думаю Что Мы увидим За это время Мы как-то увидели Может быть Другими глазами Наших детей Наших жен Наших мужей Я думаю Что за это время Они нам достаточной степени Надоели И в этом смысле Тоже какой-то Положительный эффект Существует Но в принципе Как вам сказать Ну Человечество Ничему не учится Какое-то время Мы Возрадуемся И я думаю Что эта радость Будет Конечно же Замечательной Когда в тот момент Когда мы Сможем сказать Что все Кончилось Конечно Мы будем Очень рады А потом мы займем Своими делами Побежим По своим Глупым делам И про все это Забудем Как мы забываем Про все на свете У нас буквально Несколько минут До перерыва Мы попробуем Принять звонок Алло Давай Говорите Пойдем Это не что Максима Так Космана Он Какие-то Помехи На связи И Сейчас мы Озвучим вопрос Перед перерывом На рекламу По истории Раз мы говорим Об истории В зеркале кино Вот в последние годы Идет тенденция Приравнять Фашизм И сталинизм Об этом есть И в книге Гроссмана Жизнь и судьба Тождественные Режимы СССР И гитлеровская Германия Ваш фильм И 10 лет назад Уже ОБСЕ Приняло резолюцию О том Что уравняет Нацизм И сталинизм Сейчас В Европе Очень часто Стали говорить О равной ответственности За начало войны Вот ваше мнение Как вы размышляли На эту тему Снимая Свой фильм По Гроссману Ну вообще Конечно Лучше бы об этом Поговорить После рекламы Потому что Я сейчас Начну И закончу Хотя на самом деле Если коротко Это все Не стоит Выдиновать Сайте Разговоры Значит Нелепо Так сказать Это даже Обсуждать Нелепо О равной ответственности И так далее И тому подобное Это все Глупости Досужие Так сказать Разговоры Никакой равной ответственности Не существует Были безусловные ошибки Были безусловные Так сказать Компромиссы Были безусловные Неправильные поступки Все это было Безусловно Конечно Но даже если За тем руководством Советским Есть какая-то вина То наш народ Эту вину Многократно Искупил Ценой Невыносимых Немыслимых Жертв Во-первых А во-вторых Тем что Хочется это кому-то Не хочется Нравится Кому-то не нравится Но Европу Освободили в основном Мы Поэтому Так сказать Спорить на эту тему Бессмысленно И Даже как-то Нелепо Спасибо Сейчас мы Прервемся Буквально на пару минут На рекламу Оставайтесь с нами Мы продолжим Наш эфир Микс Ньюс Продолжаем Наш эфир В рамках проекта Культурная линия Наш гость Российский режиссер И сценарист Сергей Урсуляк И два вопроса Еще раз И два вопроса В продолжении темы Которую мы затронули До перерыва Тему войны И предвоенного времени Сейчас стали называть Связывать С темой покаяния Ваши отношения Кто и перед кем Должен каяться И должен ли И второй вопрос Что вы отвечаете Тем кто считает Что в фильмах О войне Не должно быть Ура патриотизма И пафоса А должен быть Критический взгляд Развенчать Уличить Вплоть до Самобичевания Что русские Такие же плохие И В принципе Как фашисты Ну а это Близко к тому Что Был вопрос До перерыва Я вам хочу сказать В фильмах О войне Должна быть Боль Искренность И любовь Вот что главное Должно быть В фильмах О войне Вот что главное Должно быть В людях Которые берутся За эту тему Дальше Дальше Имея Так сказать Как бы Вот эту точку Отсчета Можно Идти Любым путем Можно идти Любым путем Можно снимать Очень жесткие И Страшные Фильмы Такие Какие снимал Допустим Там не знаю Элем Климов Можно Снимать Комедию Как это сделал Владимир Мотыль В фильме Женя Женечка и Катюша Или Прекрасные комедии Которые снимались Кстати говоря В годы войны Или сразу После войны Все возможно Все возможно Главное Чтобы это было Наполнено Еще раз повторяю Искренностью Болью И любовью Тогда Да А просто Ставить себе задачу Развенчать миф Создать миф И так далее Да Нелепые разговоры Про то что Так сказать Вот Двадцать восемь героев Панфиловцев Что это Это нелепые разговоры Потому что Потому что Есть мифология народа Есть мифы Прекрасные На которых Которые являются Кровью Так сказать Который 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 питает Жизнь народа Не нужно Не нужно ничего Развенчивать Не нужно Нужно Да Нужно Просто Делать Вот Основываясь На тех принципах Про которые Я сказал Это Последняя часть Вашего вопроса А первая часть Простите Не опомните Мне еще раз Извините Первый вопрос Кто и перед кем Должен каяться И должен ли Ну это тоже Опять же Кто и перед кем Должен каяться Нужно спросить У тех Кто призывает Покаяться Я не очень Понимаю Мы Мне кажется Что исходить Нужно Не из того Что Есть плохие А есть хорошие А есть из того Что мы вместе Мы вместе Прошли этот путь Ну мало того Что прямые Так сказать Участники Этих событий Уже давно ушли Уже остались Даже не дети А внуки И даже не внуки А правнуки Мне кажется Мы не к покаянию Покаяние Вещь личная Да Такая Внутренняя Мы должны Скорее Стремиться К прощенному воскресенью Есть такой праздник Православный Да Когда Когда мы должны Простить Все всем Друг другу Всем Да Простить Конечно Конечно Было много всего Разного Разного Это значит Плохого И значит Хорошего И мы все В этом Так или иначе Участвовали В большей степени Или в меньшей степени И мы все Жертвы И мы все Герои И все Это Вместе В каждой семье Смешано Намешано И перемешано Понимаете И так сказать Заставлять Одну часть Общества Каяться Перед другой Во-первых Как мы Определим Это Во-вторых Кому это Это все Какие-то Умственные Такие Построения Непонятно Непонятно Чьи Мне кажется Мы должны Многие страницы Перевернуть Помнить О них Но не Все Но не Все время Не ковырять Эти раны Еще и Выясняя При этом Кто прав Кто виноват Да Мы должны Просто Пытаться Конечно Довольно Бессмысленно Занять Пытаться Избежать Каких-то Вещей В будущем Вот это Единственное Что мы Можем А так Ну давайте Покаемся Все перед Всеми И простим Все Всех А можно ли Сказать Что эти Непонятные Умозаключения Это тоже Следствие Неприятия Своей Истории Вы сказали В начале Нашей встречи Что многие Проблемы Кинематографа Связаны Современного С тем Что идет Неприятие Жизни И Скорее всего Может ли Быть так Что это Неприятие Своей истории И в таком Случа Откуда Здесь Ноги растут Я Мне трудно Сказать Вы знаете Что Мне трудно Сказать Я просто Я просто Для меня Для меня Вот эти Проблемы Как вам сказать Кто первый Начал Да Так сказать Равной Ответственности Одинаковости Нашего 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 Режима Я имею в виду Сталинизма И Фашизма Это для меня Абсолютно Пустые Проблемы Пустые Слова Я вам больше Скажу Когда ссылаетесь Вы или кто-то На Гроссман Который Так сказать Вот Первый Сказал Про Тождество Режимов Это не совсем Так Во-первых Во-первых Это сказал Не Гроссман А это сказал Один из героев Гроссмана И больше Это сказал Фашист Я думаю Что для самого Гроссмана Уже хотя бы Потому что Он еврей Разница Между Сталинизмом И фашизмом Была очевидной Это не единственная Разница Но Этих разниц Можно Опять же Разговаривая Да Просто не хочется На это тратить время Сказать Очень много Если Кто-то имеет ввиду Что тоталитарные Режимы Похожи Друг на друга И Так сказать Имеют Некие общие Так сказать Родовые черты Ну конечно Это тоже правда Конечно же Татаритарные режимы Похожи друг на друга Да И можно тогда Сравнивать Так сказать Это с Франко Или с Муссолини Или еще Но это разные вещи Еще раз повторяю Советский Союз И фашистская Германия Это разные вещи А в чем-то Деаметрально противоположны Еще Попробуем Принять звонок Говорите Дубу Заедини У нас Какие-то помехи На связи Так Скажите А вот фильм Сочинение Ко дню победы Как вам удалось Придумать Вот Предвосхитить Идею Бессмертного Полка Задолго до Возникновения Этого движения Там У вас В конце Есть сцена Когда Ветераны Выходят Отдают честь Кланяются Их там много Как вы придумали Этот образ Ну вы знаете Что Я этот образ Не то чтобы Придумал Я его скорее Все-таки Позаимствовал Была картина 1911 года 1911 года Называется Оборона Севастополя И там В конце Это фильм Про оборону Севастополя Крымской Компании И в конце Этого фильма Значит Оставшиеся Ветераны Обороны Севастополя Выходят К камере Такие Древние Деды С георгиевскими Крестами С какими-то Этим самыми Древние Деды Выходят К камере И У меня Было Несколько Вариантов Финала У меня Там был Парад Попытка Снять парад Ветеранский И так далее Там не все Получилось И одним Из вариантов Вот я подумал Что можно было бы Сделать Вот такой Финал Как бы Закольцевав Немножко Историю Значит Когда Эти ветераны Выходят И кланяются Нам Вот Собственно Говоря И Мы Это снимали 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 Я очень рад Что Эти кадры Есть В этой картине Потому что Ну помимо Так сказать Как бы Всего прочего Это еще И какая-то Замечательная память Для тех Кто Остался Они всегда Могут увидеть Живых Дедушку Бабушку И так далее Сергей Владимирович Ваша цитата Думаю Я гораздо больше Советский человек Чем это принято Сегодня Что вы Имеете Ввиду Ну Это Я Не имею Ввиду Ничего Особенного Я просто Сформировался В советское Время Причем В советское Понимаете Как только ты Говоришь Что ты советский Человек Да То тут же Тебе Говорят Значит Ты за Репрессии За Черный Воронок И за Все такое Прочее Да Но я Будучи советским Человеком Не застал Ни репрессий Ни черных Воронков Ни Это самое Да Зато я застал Счастливое Детство Прекрасную Юность И В общем Неплохую Зрелость Вот Поэтому Поэтому Мне есть Чем сравнивать Да И я Считаю Что Отказ От Очень многих Вещей Которые Были У нас При советской Власти Это Неправильный Отказ Я считаю Что То чем Мы сегодня Живем Ну в частности Даже в искусстве Это все Наследие Советского Периода И в кино Да И в театре И так далее Да И это не просто Брюзжание Человека Так сказать Перешагнувшего Некую Возрастную Планку Это Это Действительно Так Мы Слишком Легко Слишком Быстро И абсолютно Необдуманно Отказались От очень Многих Замечательных Вещей Сейчас мы Пытаемся Придумать Их Аналоги А А уже Не получается Я Не думаю Что То Что Было У нас Нужно Было Развалить До Основания Я думаю Что Очень Многие Вещи Могли Быть Сохранены Сохранены Приумножены И так далее Можно было Выстроить На этом Гораздо Более Гораздо Более Справедливое Общество Чем сегодня А вот Как раз Про то Что Развалить До Основания Вопрос Газеты Латвийские Вести Тихий Дон Значит Вот Вы Сказали Что Через Новое Осмысление Этой Книги Вы Надеетесь Что Произойдет Хотя бы Незначительное Оздоровление Нашего Общества Потому Что Там Действительно Тоже Пришли Люди Решили Улучшить Жизнь Других Людей Все Поломали И Вот Произошла Такая Трагедия Вот Какие Идеи Из вашего Фильма Актуальны Сегодня Ну Собственно Эта Идея И актуальна Не надо Приходить Со своим Уставом В чужой Монастырь Не нужно Никого Силком Тащить Куда-то Не нужно Считать Что ты Знаешь Как Решить Все Проблемы Не нужно Переустраивать Жизнь Так Чтобы Жить Не Хотелось Чужую Жизнь Особенно Вот И Вся Нехитрая Моя Философия Мне Кажется Что Особенно В тот Период Когда Я Делал Эту Картину Страшно Обострились Именно Идеологические Споры Идеологические Споры Непримиримые Идеологические Споры И Мне Мне Кажется Что Это К Добру Мне И Сейчас Кажется Что Это Не Приведет Мне Кажется Там Нужно Гораздо Более Спокойно Существовать Внутри Одной Страны Внутри Разных Конфессий Разных Взглядов Разных Способов Жизни Нужно Гораздо Более Спокойно По отношению Друг Другу Существовать Еще один вопрос От газеты Латвийские Вести По поводу Как раз Фильма Тихий Дон У каждого Своя История Любви К писателю И его Произведению Как вы Пришли К Тихому Дону И что По вашему Мнению Не сказал Своей Коронизации Герасимов Ну Вы знаете Что Я Абсолютно Честно Вам скажу Что В последнюю Очередь Делая Тихий Дон Я думал О Герасимов То есть Я о нем Думал Только в том Смысле Что Я еще не начал А уже полилось Вот То есть Просто Было очевидно Да Но В основе Так сказать Моего желания Поставить это Это просто Моя любовь К этой книге Которую я прочел В отрочестве И которая Прозвала мне Огромные впечатления И И Время от времени Я конечно же К ней возвращался Понимая Что Это очень Хорошая Книга Но совершенно Неподъемная С точки зрения Так сказать Ну кто Сегодня Будет И так далее И когда Вдруг Зашел разговор Однажды Значит О том Что бы Хотелось Какие варианты Есть Так сказать Что бы мы могли Вместе сделать С каналом Россия С Антоном Андреевичем Блатопольским В частности Генеральным Директором Мы говорили Я назвал Тихий Дон И Буквально Минуты Хватило ему На размышления Чтобы сказать О Давай будем делать Вот Никаких Так сказать Как бы Больших Подводных Течений Не было Просто Есть Моя любовь С другой стороны Есть Чудесная Абсолютно Не имеющая Для меня Аналогов История Мук Человеческих Вот конкретного Человека Григория Мелихова Есть История Любви Любви Его Любви Аксине Любви Натальи Его жены Есть Ощущение Родины Понимаете Это Сильное Ощущение Я вам скажу И Крайне Важное Ощущение Понимаете Вот И все это Нам хотелось Сделать И передать Так что Это не Это не Это не полемика С Герасимом Просто Я говорил И говорю Многократно Что Есть Краеугольные Книги Для Так сказать Менталитета Русского Человека Советского Человека Выросшего В русскоязычной Скажем Среде И Экранизация Этих книг Она должна Происходить Раз в 15 лет Обязательно Потому что Каждое новое поколение Должно Обретать Этих героев Заново Заново Их воспринимать Заново Проживать Эти исторические Моменты И эти Истории Тогда Вот эта Связь Поколений Связь Так сказать Наша Общая Она Не будет Прерываться Вопрос Журналист Наталья Лебедева О планах Как вы готовитесь Обычно К новой картине Вот Что изучаете Как пытаетесь Что-то Уловить И вот На что вы настроены Что улавливаете Сегодня Я Обычно Каждой картине Я готовлюсь В общем Одинаково В том смысле Что я К ней готовлюсь Долго Еще Одинаковость Есть в том Что каждая Новая картина Для меня Страшный Испуг Прежде всего Потому что Потому что Есть ощущение Что Я Забыл Как снимать Мало того Что не умел Так еще и забыл И Это совершенно Не кривляние Не кокетство Не ломание А Это Настоящий Такой Испуг А как же Я это делать Буду То есть Очень легко Предложить И договориться О том Что ты делаешь Тот же Тихий дон А как только Это становится Реальностью То тебе хочется Сбежать Куда-то Чтобы Только не отвечать На вопрос Какого цвета Лошади Должны быть И так далее Я уж не говорю Про выбор артистов И так далее Короче говоря А дальше Начинается работа И Испуг уходит И Есть просто Полномерное Движение К Съемочному Периоду И На этом пути Есть консультанты Есть Группа Есть Артисты Есть Репетиции Есть Долгие Разговоры Есть Есть много Чего Есть много Чего Есть огромное Количество Попутных Книг Которые Мне приходится Читать Или просматривать В связи Не знаю Со Сталинградской Битвой Или С Казачеством Или С Афганистаном И С Значит Историей Ребят Которые Вернулись Из Афганистана Вот Все это Все это Конечно же Существует Но это Нормальный Процесс Я вообще За что Благодарен Еще И Каналу Россия И Вот Последнему Периоду Своей жизни Что я Существую В абсолютно Нормальном Здоровом Процессе Никто Не Говорит Ну-ка Давай Быстрее Никто Не Говорит А ну-ка Не вот так А вот так Никто Никто Не Понукает Все Доверяют И все Очень Заинтересованы Чтобы Получилось Ну Получается Как Получается Да Но я Знаю Что Если Не Получается Мне Некого Уприкнуть В этом Кроме Себя Самого Все Возможности Для этого У меня Были Если Не Получается Значит Ну Что-то У меня Не Планы Ну Я Могу Сказать Что Сейчас Пишется Сценарий Возможно Я Его Буду Делать Но Поскольку Ничего Не Подписано Не Ударено По Рукам Не Так Сказать А есть Пока Только Доброжелательные Разговоры Я Бо Не Хотел Просто Про Это Говорить Тем Больше Там Еще Много Проблем Внутри Сценария Вопрос От Газеты Суббота У вас Две Дочери Александра И Дарья Очень Талантливая Актриса Почему Вы Практически Не Снимаете Очень Редко Их В своих Фильмах И Почему Не Снимаетесь Сами Ведь Вы Закончили Щукинское Училище Ну Сам Я Не Снимаюсь Потому Что Я Не Артист И И Перед Собой Всех Артистов России И Ближнего И дальнего Зарубежья Нелепо Лезть В кадр Самому Лезть Только Тогда Когда Ты Это Делаешь Блестяще Таких Вариантов Я Много Не Вижу Понимаете Ну Разве Что Никита Михалков Просто Напомните Себе Еще И Лицом Я Плохо Представляю Себе Как Я Приду На Площадку Начну Искать Себе Грим Потом Себе Крупность Которые Меня Будут Снимать Да Это Есть Чем Заниматься Как Говорится Вот Но Самое Главное Нет Самое Главное Что Просто Есть Люди Которые Сделают Это Гораздо Лучше Чем Я Зачем Мне В Это Лезть Что Что Касается Девочек То Я Совершенно Поддерживаю Вашу Оценку Их Но К сожалению Для Них И для Меня Конечно Тоже То Что Я Их Папа Ничего Не К сожалению Не Решает В Их Жизни И Ну В Их Только Потому Что Они Мои Дочери Это Было Просто Ну Как То Я Был И Они Ко Мне Хуже Стали Относиться В результате И Я Стал Хуже Относиться Но Когда У меня Есть Возможность Позвать Я Даже Не Буду Кривляться Позову Обязательно Так Что Просто Все Должно Быть По Честному Когда Я Хочу Позвать И Есть На Что Я Зову Когда Не На Что Ну Девчонки Извините Да Как Говорится Живем Порозу Журналист Людмила Анисимова Это Будет Наверное Последний Вопрос У нас Три Минутки Осталось Если Бы Существовала Машина Времени В Какое Столетие Вы Хотели Отправиться И С Кем Хотели Пообщаться Поговорить Там По Душам Какой Исторический Период Вы Знаете Что Я Ну Конечно Мне Очень Интересно Там Не знаю 20-30-е Годы Россия Мне Очень Интересно Россия Ж Там Не знаю Периоды Оттепели Во Время Которого Я Был Ребенком Совсем Да Но Я Думаю Что Если Бы Такая История Произошла Я бы Поскольку Вы Говорите Что Я Такой Певец 20-го Века Я Б Отправился Б В июнь 14-го Года В В В В В В Город Значит Сараева И Попробовал Бы Уберечь Фердинанда От Поездки Потому Что Именно Убийство Фердинанда Стало Таким Спусковым Крючком Который После Которого Произошли Все События Практически 20-го Века Начиная От Первой Мировой Войны Ну И так Дальше Вот Я Попытался Изменить Ход Истории Чудовищный Хотя Может В результате Я бы Не родился Потому Что Конечно Я Производный От того Что Произошло В 20-м Веке Вот Я бы Наверное Не стал С ним Разговаривать Мне Не очень Это Интересно Но Как-то Поперек Машины Я бы Лег Чтобы Он Не Поехал Туда Где Его Ждали И Успеваем Еще Один Вопрос Латвийские Вести В каком Периоде В истории России На ваш Взгляд Больше Всего Загадок И Белых Пятен Я думаю Что Опять же Может За счет Того Что Это Близкий Период Я думаю Что Советский Период И война В частности Я думаю Что Мы Будем Долго Долго Открывать Новые Страницы Войны А Мы Желаем Очень благодарим Вас За то Что Вы Нашли Время Пообщаться С Латвийскими Литовскими Радиослушателями И Журналистами Напоминаем Что Это Был эфир В рамках Проекта Культурная Линия Провели Его Ольга Авдевич Наталья Захарьят И Нашим Гостем Был Известный Российский Режиссер И сценарист Сергей Владимирович Русуляк Спасибо Всего Доброго Будьте Здоровы До свидания Благодарю Всего доброго